Обещали масштабный митинг, но снова ничего не получилось. Бывшие сотрудники конфетной фабрики Красная Заря, видимо, настолько отчаялись получить свои деньги, что и на митинги выходить не хотят. Самих рабочих было порядка 15 человек, остальные коммунисты. У них свой повод для сбора и тоже невеселый. День расстрела Белого дома. Сегодня мы вспоминаем погибших, потому что для нас 93-й год – это год уничтожения Советского Союза. Для нас это траурный момент. 250 бывших сотрудников все еще ждут своих зарплат. Сумма у всех разная. У кого-то 100, у кого-то 300 тысяч рублей. Предприятие закрыто с 2012 года. Не так давно началась процедура банкротства. Большинство уже нашли новые рабочие места, но до сих пор с ностальгией вспоминают о Красной Заре. Фабрика была хорошая. Все было официально. Платили больничные. Все как положено. Сейчас таких уже... У нас осталась одна единственная фабрика, и у Самойлова, где это сейчас работает. Все остальное стоит. Собравшиеся еще раз уточнили, кому и сколько должна фабрика. Во вторник они собираются к судебным приставам, чтобы передать им заявление с присужденными суммами. В данный момент сейчас раздаем заявление, которое мы будем посылать внешнему управляющему. Это по поводу зарплаты, которую нам до сих пор не могли выплатить. И мы будем ждать от него, пока он здесь в Иванове не уехал в Сдержимск, потому что сейчас в ноябре месяце будут торги. Он сказал, что если состоятся торги, то, как говорится, все от гора торга. Сколько будет начисляться денег по поводу продажи фабрики. А фабрику они раньше хотели частями продать, а теперь хотят полностью с оборудованием ее продать. Первые торги намечены на 15 октября. Но вероятность того, что фабрика будет продана с первого раза, невелика. С каждыми новыми торгами цена предприятия будет снижаться. Напомним, что сотрудникам «Красная Заря» должна 24 миллиона рублей. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.